Друзья, привет! Вы на Ньюсейдр, я Александр Кушинарь. И сегодня у нас в гостях снова наш украинский коллега Юрий Шулипа. Юрий, приветствую! Добрый день, Александр, и также приветствую зрительному слушанию. Юрий, давайте поговорим о контрнаступлении вооруженных сил Украины. Мы получаем разную информацию, и самые хорошие новости, как я понимаю, это на Киевщине и уже даже на юге. Скажите, что вы знаете о том, что сейчас происходит вокруг Херсона? Потому что нам украинские военные говорят о том, что в принципе есть реальный шанс освободить этот город от оккупантов уже в ближайшие несколько дней. Российско-фашистские захватчики уже несколько дней терпят под Херсоном достаточно серьезные потери. Происходит наращивание группировки вооруженных сил Украины. Ну вот, собственно говоря, идут позиционные бои, то есть это вот уже всемирно известная Чернобаевка. Там достаточно много уже было уничтожено российско-фашистских захватчиков, в том числе погиб генерал. Ну, безусловно, конечно же, вооруженные силы Украины и территориальная оборона вообще, скажем так, в широком смысле, все силы обороны Украины готовятся к освобождению Херсона. То есть освобождение Херсона, оно неминуемо. И вопрос только лишь заключается в сроках, когда оно произойдет. Вот это удивительно, потому что на самом деле Херсон город с населением в 200 тысяч. Он, в общем, единственный из крупных городов, который был захвачен. Мы понимаем, что если город захвачен, то очень тяжело выбить оттуда оккупантов, тем более украинским военным, которые заботятся о жизнях мирных, в отличие от россиян, которые готовы уничтожать украинские города, совершенно не считаясь гражданским населением. Вот скажите, пожалуйста, как это удается делать вооруженным силам Украины? Такую сложную операцию? Я не сказал бы, что это сложная операция. Делается это следующим образом. Город берется в колесо, полностью блокируется. Вражеские группировки отрезаются от снабжения и всяких различных коммуникаций. И поскольку у них в городе нет тыла, население Херсона полностью где-то 99,9%, оно абсолютно враждебно относится к российско-вашистским захватчикам, то они просто в течение нескольких часов уничтожаются. А те, кто из них не хочет быть уничтожен, они поднимают белый флаг и сдаются в плен. То есть зачистка Херсона от врага – это вопрос буквально нескольких часов. Скажите, пожалуйста, а что у нас в Киевской области? Там, я так понимаю, тоже довольно серьезный прогресс. И говорят, что группировка оккупантов под Киевом может быть взята в кольцо. Мы говорим про Гастомель, Бучу. Да, сейчас там идет распосвобождение этих населенных пунктов. Продвигается, конечно, не быстро. Хотелось бы все-таки, чтобы быстрее шло это подближение, но тем не менее мурак там несет значительные потери. Как будут полностью освобождены на северо-западном направлении от Киева эти и другие населенные пункты, я думаю, мы увидим в ближайшее время. Но тут просто важно напомнить нашим всем зрителям и слушателям, а также военно-политическим руководством Украины самый главный принцип – это полная блокада врага, отрезание его от снабжения. Потому что, смотрите, те вражеские военизированные группировки, которые не отрезаны от снабжения, получают снабжение в том числе с территории Республики Беларусь, Российской Федерации, даже временно оккупированного Крыма, временно оккупированных отдельных районов Донецка и Луганской областей, они достаточно, ну, скажем, недостаточно, но они относительно стойкие за счет пополнения новых человеческих ресурсов, продовольственных, ржейных и так далее. А те, кто отрезан, они очень быстро несут потери, причем колоссальные, а потом сдаются в плен. Поэтому тут просто самое главное сейчас начать, вот я, кстати, Александр, позвольте, еще в 2021 году, год назад, когда вышла, вот это, значит, моя работа о планах Путина против Украины, и я уже заранее знал, что в 2020-м было заложено 50 тысяч орков на вот эту широкомасштабную фазу российской военной агрессии против Украины и призвал военно-политическое руководство Украины принять доктрину тотального уничтожения врага. Вот туда, где они попали, окружать и просто их физически полностью всех ликвидировать, зачищать до, можно сказать, последнего ворот. Да, что, как я понимаю, сейчас и делают как раз под Киевом украинские войска? Да, 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 делается как они, конечно, можно было, в принципе, сделать это и быстрее, так как 200-тысячная, а ныне уже, мы можем смело считать, 180-тысячная общая вражеская группировка для страны с населением в 40 миллионов, но, конечно, это критически, но не опасно. Да, кстати, что интересно, я так понял, что почему получилось Херсон сейчас начать освобождать? Именно благодаря тому, что часть сил в Киевской области у украинских военных высвободились. То есть, настолько успешно они там действуют, что удалось перебросить. Причем изначально про то, что украинские военные могут быть переброшены из Киевской области на юг, где ситуация до недавнего времени была критическая, вот эта история даже не рассматривалась, потому что опасались, что Россия может авиацией начать бомбить вот те передвигающиеся колонны. Но теперь мы видим, что это получилось сделать. Я так понимаю, что это в том числе стало возможным благодаря неплохой системе ПВО, которую организовала. Да, безусловно. Стоит отдать должное вооруженным силам Украины, главнокомандующему вооруженными силами и верховному главнокомандующему президенту, что у нас система противовоздушной обороны работает. Единственное, конечно, существует минус в том, что у нее недостаточно плотность ПВО для защиты всего воздушного пространства Украины, ну, даже не всего воздушного пространства Украины, для защиты объектов критической инфраструктуры. Но, тем не менее, нам также все-таки сейчас в сложившейся ситуации необходимо и ПРО, то есть противоракетный оборот, потому что все-таки не все ПВО может спасти вот от таких оперативно-тактических ракет, там, класса, нет, оно, конечно, черта, и оно спасает, сбивается эскандеры, калибры, кинжалы даже, вот, украинская система противовоздушной обороны может, вот, но все-таки нам, конечно, нужно еще и ПРО, вот, хотя бы, там, примерно около 200 тех самых комплексов, американских комплексов противоракетной обороны класса ПЭТРИО. Это, я считаю, было бы для нашей страны сейчас просто замечательно. И, Александр, кстати, вот я, пользуясь случаем, хотел бы попросить наших зрителей-слушателей, граждан Соединенных Штатов Америки, я знаю таких у нас достаточно много, чтобы они присоединились к акции, которые сейчас проходят под названием «Письма сенаторам и конгрессменам США». Скоро, накануне уже выборы по парламенту Соединенных Штатов Америки, и вот важно, чтобы каждый гражданин Соединенных Штатов Америки написал своему сенатору письмо с просьбой предоставить Украине противоракетные системы, то есть, системы противоракетной обороны, самолеты, стрелковое вооружение для украинских воинов, защитников Украины, бронежилеты, каски и все-таки, чтобы сенаторы и конгрессмены посодействовали в принятии решения высшим военно-политическим руководствам Соединенных Штатов Америки о объявлении над территорией Украины бесполетных зон. Да, я думаю, что сейчас наши американские друзья, где бы они не находились, услышат и обязательно посодействуют вот этому моменту, потому что сейчас на самом деле не важно, конечно, кто в каком составе там будет в Конгрессе. Понятно, что любой конгрессмен сейчас должен быть на стороне Украины, потому что он защищает не только Украину, но и на самом деле все человечество, в том числе Соединенные Штаты. Ну вот я так понимаю, что сейчас самая сложная ситуация на Востоке, то есть, как я понял, российский режим решил бросить туда именно все силы, ну потому что по другим направлениям провал, ну вот хоть там попробовать. Об этом пишет и Рейтерс, что сейчас российские власти решили ограничиться атакой на Донбасс, мы видим пропагандистскую обработку, говорится о том, что якобы они изначально хотели только Донбасс освобождать, хотя, конечно, мы помним, как различные российские пропагандисты задолго до 24 февраля рассказывали о том, как надо оккупировать вообще всю Украину, надо уничтожить нынешнюю украинскую власть, нынешнюю украинскую нацию. Ну вот сейчас вот они спустя месяц, так сказать, немножечко подрезали свои планы. Давайте посмотрим, что у нас на Востоке. Сейчас горячая точка – это город Словотич, там российские оккупанты зашли, вот сейчас говорят, они куда-то там выдвинулись, это двинулись, они то ли хотят просто пройти мимо и отправиться в какую-то другую точку, говорят, там какой-то один блокпост поставят, да, остальные войска пойдут куда-то, непонятно куда, но я напомню, что Словотич, кстати, находится на западе Чернигова, видимо, пытаются Чернигов окружить. В Чернигове тоже не очень понятно, что там частично есть российские войска, или диверсанты действуют. В общем, ну, Чернигов – это, конечно, не совсем у нас Восток, да, это, как бы, получается, северо-восток от Киева, ну да, ну, понятно, что это киевское направление. Вот, но мы помним и про Рубежное, и по Пасную, вот там вот на Луганщине тоже бои идут. Вот этот вот весь регион, Восток, Северо-Восток, как бы вы описали, есть ли шанс там у украинских военных хотя бы удержать вот те рубежи, которые сейчас есть? Российские фашистские захватчики предпринимают беспрецедентные попытки уничтожить город Чернигов, бои идут по периметру города, в городе гуманитарный кризис, катастрофа, там нет электроэнергии, воды, ужасное состояние, но для врага задача в тактическом плане заключается в том, чтобы уничтожить Чернигов, стереть вот так же с лица земли, как они сделали с Мариуполем. Да, и основная, конечно же, у них цель – это накопление сил и средств, и по попытке все-таки захватить Киев. Потому что и Славутич, и Чернигов – это, конечно же, для российско-фашистских захватчиков не стратегические города, а у Славутич просто почему им и множим, потому что они пытаются таким образом с территории Республики Беларусь открыть еще один канал для снабжения, пополнения ресурсов своих группировок. Ну, понятно. Да, но все-таки, на ваш взгляд, какие шансы у украинских военных на Востоке? Ну, смотрите, с 2014-2015 годах защитники Донецкого аэропорта держали оборону 262 дня. Мариуполь пока держится. Да, какая-то небольшая часть города уже оккупирована российско-фашистскими захватчиками, враг установил оккупацию, враг будет пытаться пробить и удержать сухопутный коридор во временно оккупированный Крым, тут уже почерк, собственно говоря, понятен, и его мотивы. Но в том числе защитники Мариуполя будут продолжать удерживать город. То есть ситуация, хотя там крайне критическая, неблагоприятная, очень сложная, потому что Мариупольский театр военных действий, он один из тяжелых и сложных вообще во всей Украине, в связи с другими театрами военных действий. Но, тем не менее, защитники Мариуполя героически освобождают от российско-фашистских захватчиков и удерживают этот город. Поэтому мы можем смело говорить, что сегодняшний Мариуполь – это наш украинский Сталининград. Ну, будем надеяться, да, что удастся, тем более, что очень важно, чтобы сейчас освободили Херсон, тогда у украинских военных появится, как бы, вот Южный фронт, они могут начать в клещи брать. Вот то, что хотели. Да, и смотрите, Александр, что важно, нужно обязательно учесть тот фактор, что после освобождения Херсона то население, которое было фактически целый месяц под российско-фашистской оккупацией, российско-фашистскими захватчиками, оно, безусловно, присоединится к освобождению Востока Украины, потому что у людей огромная злоба на российско-фашистских захватчиков и просто колоссальная мотивация отомстить за все ужасы, унижения, лишения российской оккупации. Кстати, я слышал, что ведь в аннексированном Крыму с недавних пор местные русские, которые туда были завезены после того, как полустров был оккупирован, сейчас лихорадочно начинают продавать свою недвижимость. Это данные украинской разведки. Они начинают освобождаться от всех своих активов, там панически бегут оттуда, и даже российским властям приходится, опять же, по данным украинской разведки, предпринимать меры, чтобы сдержать этот поток. Чуть ли не сейчас ограничивают российские власти выезд из аннексированного Крыма для тех, кто, как я понимаю, хочет избавиться там от своей недвижимости. Вот это, по-моему, логично в нынешней истории, когда они действительно опасаются, что тут и полуостров вернется в состав Украины, не то, что Херсон. Дело в том, что эта недвижимость, ей владеют, она даже не принадлежит, потому что все-таки Крым, еще раз повторюсь, это временно оккупированная территория, и то, что там после 20 марта 2014 года происходит, в том числе в связи с недвижимостью и так далее, это просто у них захваченная собственность у граждан Украины. И они, это касается среднего командного звена, представителей российских оккупационных войск, ФСБ и прочих силовиков, вот некоторые люди из них, которые относительно разумные, они понимают, что Россия потерпела уже стратегическое поражение в этой войне, и они также прекрасно ощущают и понимают, что Крым в любом случае рано или поздно будет освобожден, и то, что им не принадлежит, у них это все будет отнято, поэтому они пытаются сейчас хоть как-то спасти то, что им удалось завоевать во время аннексии Крыма. Да, это на самом деле логично, как логично и то, что Крым, безусловно, тоже будет освобожден по итогам вот этой вот войны, в которой русская орда, безусловно, потерпит поражение. А у меня вот такой вот вопрос, как вы думаете, вот эти резервы, которые сейчас Россия перебрасывает из Грузии, то есть из оккупированной ее части, из Абхазии, Южно-Осетии, они помогут вообще вот в этой истории? И кто тогда будет защищать тыл оккупантов, собственно, на этих самых Абхазской и Южно-Осетинской территориях? Они могут оказать какую-то маленькую локальную абсолютно помощь, удержать примерно какой-нибудь захваченный участок на несколько часов при хорошем наступлении, но не более. И вы обратите, кстати, внимание, что из Азербайджана тоже так называемые российские миротворцы были переброшены в Украину, чтобы усилить группировку российско-фашистских захватчиков. И уже азербайджанские войска зашли в несколько населенных пунктах, в Нурдогорном Карабахе. То есть сейчас началось освобождение вооруженными силами Азербайджана, точнее возобновилось, возобновилось возвращение вооруженными силами Азербайджана оккупированного Карабаха. То есть сейчас фактически получается так, что Россия уже де-факто потеряла контроль над Нурдогорным Карабахом. И чем больше силы обороны Украины перемерят здесь всех российских оккупатов, в том числе тех, которых бросили с Абхазии и Южной Осетии, то тем скорее эти территории вернутся Грузии. То есть это вопрос времени. Почему? Потому что все-таки, смотрите, надо понимать, суть широкомасштабной фазы российской военной агрессии против Украины, которая начала с 24 февраля 2022 года. Это национально-освободительная война лично для Украины. И это военная специальная операция Украины по деимпериализации и дефашизации Российской Федерации. Таким образом, сейчас Украина деимпериализирует Московию. И поэтому, смотрите, нужно все-таки смотреть на тот международный вооруженный конфликт, который навязала Украине Москва, с более широкой глобальной позицией. И получается сейчас так, что по итогам, после того, когда Россия уже потерпит окончательное стратегическое поражение в этой войне, могут быть освобождены не только до 24 февраля, но и в настоящее время временно оккупированы Донбасс и Крым, но также территории Грузии и Молдовы, которые в настоящее время находятся под временной российской оккупацией. Вот это наиболее, еще раз повторю, вероятный сценарий. И вот я как раз таки считаю, что и правительство Грузии, и правительство Грузии, понимая данную ситуацию, и Азербайджана, в том, что Украина помогает перемалывать российско-фашистских захватчиков освобождать их территорию, и они должны сконсолидироваться и помочь хотя бы Украине иностранными добровольствами. Я считаю, это будет отличная помощь, но и также Азербайджан может помочь Украине частично вооружением, потому что Азербайджан является, я напомню, зрительным и слушательным военным союзником Турции, и вот за последние 20 лет он достаточно неплохо оснащен различными видами вооружений, в том числе в основном американского производства. Да, кстати, из Грузии добровольцы активно сражаются в Украине, это не секрет, всем известно, хорошо сражаются, причем там добровольцы-ветераны, которые в Афганистан пришли. И вот, да, в этой связи у меня возникает вопрос, действительно, а вообще, вот что собирается делать российский режим теперь, когда у него, получается, открыты его оккупационные зоны, то есть оттуда вышли российские военные, вот мы видим, что в одну из оккупированных ранее России территорий в Азербайджане, значит, вошли азербайджанские военные, я так понимаю, что шансов вернуть, скажем, ту же часть Нагорного Карабаха, которую россияне сейчас утратили в связи с выводом миротворцев, не будет у них, да? То есть все, азербайджанские военные встали там, и никаких вопросов больше по поводу российских миротворцев в этом районе уже не возникнет. Да, не будет, Нагорный Карабах будет освобожден, и это вопрос буквально ближайших нескольких недель. Это уже очевидно, и прецедент двухлетней давности 2020 года это показал, что там, где удалось вооруженным силам Азербайджана освободить Карабах, потом мы помним Путин какой-то абсолютно смешной, абсурдный, и для Армении это капитуляционное соглашение, которое было заключено, Армении и России ситуацию назад отыграть не удалось и не удастся, поэтому, опять-таки, прецедент был создан, и освобождение Карабаха это уже, можно сказать, вопрос буквально нескольких недель. Значит, украинская разведка рассказывает о таком вот интересном моменте. Сейчас российский режим начал спешно пытаться расконсервировать технику, потому что большое количество потерь понес. Ну, я просто скажу, что вот сейчас около 550 танков было уничтожено уже за месяц, а это больше, чем 30% от того, что Россия изначально сконцентрировала на украинской территории. И вот что говорят по данным украинской разведке. Российская военная техника полностью разворовано. Это данные на сегодня. Вот пытаются сейчас установить потери за счет техники, снято из длительного хранения, но состояние этой техники крайне неудовлетворительное. Из 10 машин в лучшем случае одна хоть что-то может сделать. В основном, как говорят из вот этих расконсервированных танков, как выясняется, полностью вытащены вообще все внутренние части, вплоть до двигателей, не говоря уже про различные, так сказать, деликатные технологии. И застрелился, в частности, командир 13-го танкового полка 4-й танковой дивизии. Застрелился, как я понимаю, из-за скрытых фактов воровства. Ну и что вы думаете, есть у России шанс за счет расконсервированной техники пополнить свои запасы? Почему спрашиваю? Дело в том, что вообще по документам у России чуть ли не 30 тысяч танков. Ну вот в реальности, сколько она может перебросить на Донбассы? И как это может помешать украинским военным освобождать территорию? Ну, смотрите, я согласен с данными украинской военной разведки. Они более чем объективны, потому что я сам просто в свое время работал в сфере автотранспорта, в том числе, значит, ну, наша организация одно время сотрудничала с различными в России вот этими воинскими частями. То есть там было понятно всегда изначально исторически, исторически там всегда был бардак, воробство. И к военной технике там относились просто сугубо формально. Ну, как может помочь? Я думаю, даже во многом не помочь, а помешать может. Потому что, представляете, но сейчас они перебросят эту военную технику. Условно говоря, перебросили 10 БТР, а из них только один едет. А что с остальными 9-9 делать, понимаете? На платформах обратно грузить. И нужно будет отвозить куда-то на какой-то ближайший авторемонтный завод, чтобы их ремонтировать, а где специалисты для подобного рода ремонта в технике, запчасти в конце концов. Но наоборот, я считаю, что в сложившейся ситуации, вот именно после, даже в ходе доставки российской техники на линию фронта судового края, у них уже возникнут проблемы, которые могут очень отрицательно ударить именно по ним. И они могут вообще создать вот такую пробку, скажем так, именно в военно-техническом плане, которая вообще потом, в конце концов, помешает им доставлять технику сюда, в Украину, в территории России. Вот, собственно говоря, я считаю, что такой сценарий в сложившейся ситуации, он наиболее вероятен. А так, ну, особой пользы для усиления военной группировки в России от этой техники я не вижу. Ну что ж, мы присоединимся к недавнему высказыванию украинских военных, которые поблагодарили, причем официально, министра агрессии России Сергея Шойгу за коррупцию в российской армии. Ну, что хочу сказать, вот при всех этих вот обстоятельствах, когда российская армия, в общем-то, ну, как минимум провалила полностью цели на украинской территории, ну, а как максимум, на самом деле, действительно терпит там тяжелое поражение, особенно, кстати, учитывая, что украинская армия сейчас имеет больше танков, чем изначально имела, потому что захватила более ста танков в России. Вот с учетом всего этого, разворованной техники, больших потерь на украинской территории, мы тем не менее слышим, постоянно практически, в последнее время, как российские пропагандисты заявляют о том, что они, в общем, готовы к захвату стран Балтии и атаки на Польшу, и об этом даже уже в российской Госдуме начинают заявлять. Вот такие вот угрозы. Давайте вот по порядочку поговорим. Прежде чем я спрошу у вас насчет сценария ядерной атаки НАТО по России, которая сейчас уже разрабатывается, как мы узнали из-за этого, вот давайте вот просто спросим, скажите, пожалуйста, а на чем основаны расчеты российских властей по поводу атаки на Балтию, если у них такие большие проблемы с техникой, с армией, со всем вот снабжением, с ресурсами? О чем они вообще думают? Первый расчет у них основной. Они думают о том, что статья пятая НАТО не сработает. Именно обязанность стран Североатлантического Алиэкса, союзников, защитить страну, которая подверглась внешней военной агрессии от третьей страны. То есть в данном случае Россия. Это первый и самый важнейший фактор. Второй фактор – это демографический. Население Литвы, Латвии, Эстонии, оно значительно меньше, чем население двух крупнейших украинских областей – Харьковской и Киевской областей. Ну, фактически, исходя из того, что сама агломерация Киева составляет чуть более шести… Ну, Киев и пригород – это чуть более шести миллионов, а все страны Балтии – это девять миллионов. Ну, скажем так, это на буквально два с половиной миллиона больше, чем Киевская область. Территориально страны Балтии, естественно, меньше, чем Украина. И географические страны Балтии, они более уязвимы, чем Украина. Потому что все-таки Украина, ну, больше тысячи километров идет граница с Польшей, Словакией, потом Венгрией, Румынией. То есть вот со стороны Вената достаточно длительная, продолжительная граница. А страны Балтии, они граничат с Польшей в районе Сувалковского коридора, который составляет около ста километров в длину. И, с одной стороны, Республика Беларусь по цене уже создана. Лукашенко отдал свою территорию для введения с нее боевых действий против Украины, перемещения российских вражеских вооруженных сил. Также он, собственно говоря, поступит в случае ширкомасштабного военного вторжения России на территории стран Балтии. И вот где-то примерно года два назад на одном из YouTube-каналов я озвучивал планы Путина, которые мне стали известны по захвату стран Балтии. Это буквально резко, быстро, в течение нескольких часов отрезать страны Балтии от Польши, заблокировать двумя группировками военными. Одна, которая находится в Калининградской области, другая выйдет с территории Республики Беларусь, в Сувалковский коридор и напасть со стороны Псковской области, это Западной Республики Беларусь, соответственно, на страны Балтии. Потом использовать Балтийский флот Черного моря и выбросить десант на Таллинн, Ригу и Вильнюс. И вот быстренько все эти города захватить. Ну вот практически сделать то же самое, что Путин вот сейчас пытается, то есть то, что он пытался захватить Киев путем выброса десанта и другие крупные города. Вот тот же самый сценарий он планирует и намерен разыграть. Я даже говорю не то, что планирует, это уже запланировано, а он намерен его реализовать в отношении стран Балтии. И большая вероятность этого усилилась после 26 февраля текущего года, тогда, когда Владимир Зеленский обратился к Генеральной Ассамблеи НАТО и военно-политическому руководству Соединенных Штатов Америки с просьбой, чтобы НАТО приняло Украину в свой состав. То есть делало Украину членом НАТО. И де-факто, еще не де-юре, но де-факто юридически, извините, но де-факто фактически, фактически еще де-факто положительной реакции по включению Украины в НАТО со стороны Генеральной Ассамблеи НАТО и военно-политического руководства Соединенных Штатов Америки, которые решающую роль имеют, играя в североатлантическом варианте, не последовало. И отсюда, опять-таки, если мы правильно подойдем к исследуемому, изучаемому нами объекту, то есть Путину, скроем его в основную картину мира, то мы в нем увидим, и нам российская пропаганда об этом подсказывает. Это другой, скажем так, фактор, который велифицирует, подтверждает ту информацию, которую я сейчас говорю. В том, что Путин увидел с его еще точки зрения, я сейчас позвучу именно ему точку зрения, позицию и видение, что ему удалось своим ядерным шантажом, как это он понимает, напугать страны НАТО и Соединенные Штаты Америки. Они испугались, Украину не приняли, и все. А если они не испугались, мы у ядерного шантажа не приняли Украину в североатлантический альянс, то, соответственно, в его логической конструкции возникает такое понимание, что они испугаются и не вступят с ним в вооруженный конфликт после того, когда он начнет захватывать страны Балтии, и НАТО попытается их освободить, то есть исполнить обязанности по статье 5 Устава Североатлантического Альянса, Путин опять начнет их терроризировать применением тактического, потом, возможно, и стратегического ядерного удара, и они отступят перед его ядерным шантажом. Вот, собственно говоря, в чем заключается опасность, и я считаю, что вот этот фактор, который сейчас происходит, вот это нужно понимать и принять как данность. Юрий, да, вы рассказали о расчетах Путина, о его планах и о рисках, да, но мы же уже неоднократно слышали, во-первых, от американских властей, и лично Джо Байдена, что США, НАТО будут защищать каждый день своей территории. Страны Балтии, Польши, это страны НАТО, и далее. Есть фактический расклад. Соотношение ресурсов не в пользу Путина явно, абсолютно. Мы же прекрасно понимаем, что страны Балтии будут не в одиночку бороться с путинскими войсками. 100 тысяч американских военных в Восточной Европе, это беспрецедентное количество, плюс 40 тысяч сил НАТО быстрого реагирования, это уже 140 тысяч. У российской армии всего 150, это вы сказали про 200 тысяч, нет, 150 тысяч реально у россиян было изначально, вот на момент вторжения, сейчас они потеряли 45-50 тысяч ранеными и убитыми. Я сейчас вам объясню, к чему я веду. Да, у НАТО вот в этом регионе больше 100 самолетов постоянно на дежурстве. 25 боевых кораблей стран в районе Балтии, Балтийского моря. Ну, вы представляете, в течение скольких часов можно уничтожить российскую группировку? Ну, конвенционально это просто несопоставимые ресурсы. Да, единственное, на что может рассчитывать Путин, это что НАТО боится. Но почему НАТО не испугается, я скажу уже вот в следующем вопросе. Ну, вот давайте конвенционально хотя бы рассмотрим ситуацию. Ну, о чем Путин думает? Вообще у него сил нет. Ну, смотрите, да, действительно, в конвенциональном плане Путин проиграет сражение за стороны Балтии. Он уже и за Украину, можно сказать, в стратегическом плане сражение проиграл. Когда, скажем так, тут никакого НАТО нет, чисто Украина, казалось бы, внеблоковая страна, и то она сейчас стратегически выигрывает у российских фашистских захватчиков. Но единственное, вот у Путина, опять-таки, два повода. Первый повод, как ему объяснили, что, ну, так оно на самом деле есть, что в истории Североатлантического альянса, то есть НАТО, не было ни одного прецедента, когда срабатывала пятая статья НАТО. То есть за 73 года существования НАТО ни на одну страну НАТО не было совершено нападение. Правильно. Не было ничего, пытаясь прецедента применения этой нормы. Ну, потому что никто не нападал никогда. Да, смотрите, второе, на что рассчитывает Путин. То, что в НАТО там бюрократия, и пока мы вот тут быстренько проведем блестящий бритскрик, значит, попытаемся, по крайней мере, захватить страны Балтии в течение нескольких часов, они будут там от одного дня до трех, условно говоря, принимать решение. Типа что-то случилось, а напал не напал, ну и так далее. Вот, собственно говоря, его целеполагание. Ну и третье, да, Путин так, ну и, собственно говоря, слушайте, нам российские пропагандисты об этом прекрасно говорят, и Путин неоднократно, это из контекста его высказываний можно понять, что, типа, да, мы слабые, мы в конвенциональном плане вам проиграем по поводу НАТО. Вот, но мы просто безумные, мы такие вот ядерные шахиды, и вот у нас ядерное оружие, это вот наша такая вот террористическая дубинка. Это наш последний аргумент, который мы вот планируем использовать. Вот, собственно говоря, такой будет посыл Путина. То есть, да, он будет угрожать ядерным оружием, это понятно. А теперь самое главное, значит, вы, наверное, слышали, конечно, сообщение американских СМИ о том, что сразу после того, как Россия вторглась в Украину, примерно с 28 февраля, та же самая команда Байдена, которая как раз и занималась вот информацией о том, когда и как будет нападать Россия на Украину, как реагировать на это, там, они же разрабатывали санкции, вот эта же группа сейчас работает над сценариями, при которых вот как раз Россия нападает на одну из стран НАТО, на страны Балтии, на Польшу. Также рассматриваются разные варианты, значит, вариант ядерной атаки по Украине, с помощью тактического ядерного оружия, нападение на вот страны НАТО с помощью конвенционального или, опять же, ядерного оружия, тактического уж тем более стратегического. И, соответственно, прорабатываются варианты ответов НАТО вот на вот эти самые атаки. И тут происходит удивительное, вот на днях, впервые вообще в истории, Франция выводит сразу три своих стратегические подлодки, каждый из которых несет 16 ракет, каждый из которых несет примерно от 6 до 10 ядерных боеголовок, которые могут направляться отдельно, каждый. Посчитаем, получается, почти 500 ядерных боеголовок, только одна Франция, да? А мы видим, что Европа, вообще-то говоря, даже более жестка сейчас с Путиным, чем США, то есть могут запустить 500 ядерных боеголовок. Смотрите, как вы вообще все это трактуете? Что это значит? Ну, это значит, по крайней мере, своими действиями НАТО уже показывает, что оно готово оказать решительный отпор российско-фашистским захватчикам в случае того, что если они будут пытаться напасть на одной странах. Потом, Александр, я вот хочу опять-таки обратить ваше внимание, и наши, в том числе, зрители и слушатели, по поводу того, что вы сказали, что эта группа прорабатывает в том числе то, как реагировать в случае того, если Путин применит по территории Украины ядерное оружие, хотя бы, допустим, какой бы тактический ядерный заряд малой мощности. Так вот, смотрите, насколько я сейчас обладаю информацией, эта информация уже нашла свое применение в практическом контексте. Путин дал приказ, а, соответственно, начальник генерального штаба России Валерий Герасимов, есть такой еще подонок, это начальник управления Центра национальной безопасности России и Михаил Мезенцев, они будут этот приказ реализовывать, бомбить мирные города Украины, Мариуполь, Харьков, Чернигов, Сум, Киев, а также иные, мало-если-средние города фосфорными, вакуумными, кассетными и термобалическими бомбами. Уже бомбят? Да, да, то есть, они бомбят, да, абсолютно правильно, да, уже и фосфорные бомбы были применены и в Мариуполе, и в Альпене, вот, но, да, и еще, значит, они будут, да, и они усилят, усилят бомбежку, то есть, они будут продолжать и усилить бомбить. Это является международным особо тяжким преступлением, потому что Женевская конвенция запрещает использовать это оружие против мирного населения. И также, собственно говоря, под руководством Валерия Герасимова, начальника Генерального штаба вооруженных сил России и начальника Центра управления национальной обороны России Михаила Мезенцева готовятся террористические акты на объектах атомной энергетики и химической промышленности Украины. Не факт, что эти террористические акты будут совершены, но в настоящее время они готовятся, то есть, все готово к их совершению. В этом нужно проявить, еще раз повторю, для всех граждан Украины особую бдительность, особое внимание, но и также я призываю, пользуясь случаем, все различные международные организации, правительства развитых западных стран, ООН и так далее, в эти дни быть максимально готовы и фиксировать вот эти все преступления, которые будут совершать российско-фашистские захватчики для грядущего над ними Международного уголовного суда. Это очень важно. Ну, кое-кто до Международного уголовного суда, похоже, не доживет. По крайней мере, есть такая вероятность. У нас здесь есть два претендента на попадание в ад, может быть, уже они там, я не знаю. Жириновский и Шойгу. Давайте по порядку. Значит, вчера был трагикомический цирк. Ну, кстати, очень характерный для авторитарных режимов, когда вот правитель болеет тяжело, и он уже умер, да, но об этом молчат несколько дней, да, там, несколько недель могут скрывать эту информацию, пока, видимо, решают что-то. Ну, что интересно, в России, ну, у него все же по-особенному, это же особенная страна, это же особенный путь, да. Здесь... Особенная цивилизация, конечно. Да, особенная цивилизация с особенной дополнительной хромосомой. Значит, здесь, не то что диктатор, здесь вот его халуи, которые то ли умирают, то ли не умирают, да, но информации об этом нету, то ли в вегетативном состоянии, этот Жириновский уже несколько дней, может быть, недель, да, то ли он уже умер. Вот вчера была информация, что он умер, причем сказал об этом один из ведущих, как я понимаю, функционеров ЛДПР, тут же, видимо, ему сказали стереть сообщение, он стер его. Володин говорит, нет, не умер. Ну, давайте посмотрим, да, во-первых, умер или не умер, факт. Вот у вас источники что говорят? Умер, сто процентов. Ну, он отключен от, собственно, системы жизнеобеспечения, или он все-таки находится на, как бы, таком вот псевдоподдержании жизни? Москва. Он, его тело уже находится в море. Да, действительно, он вчера умер, и это абсолютно объективная информация. Вы смотрите, все на самом деле очень просто. И я считаю, что вот как раз-таки российская пропаганда, то, что они пытаются сейчас скрыть смерть Жириновского, они просто сами себе дезинформируют. Все на самом деле очень просто. Если у общества возникает сомнение, умер или не умер, да, ну, покажите нам Жириновского живого, да, приедите с камерой в больницу, в палату, где он лежит, вот, и покажите, вот, Владимир Вольфович, да, он лежит там, вот, значит, и его состояние, ну, даже можно и не озвучить, скажем так, его там тяжелое состояние здоровья и так далее, ну, просто покажите ему обществу. Вот, и все, они этого не делают. Вот, они делают почему? Потому что он умер, и сейчас они его будут легендировать. Я думаю, возможно, через пару недель, сейчас они его уже положили в морг, а потом выдвинут какую-то версию. Да, и, кстати, я хочу сообщить за этим услышателям, что изначальная причина заболевания Жириновского, это то, что в конце прошлого года его, значит, Жириновский был отравлен талием, а его отравил любовник, а потом еще так получилось, да, судьба, можно сказать, Жириновский заболел коронавирусом. Вот, поэтому у него это все достаточно очень тяжело обострилось, он лежал с отеком легких, находился длительное время, ну, де-факто в коматозном состоянии, и вот он вчера успешно, благополучно для всех нас скончался. Ну, можно единственное еще раз пожелать ему земля стекловатым за все то, что он сделал против Украины и в том числе и России, да, и для России он тоже абсолютно ничего хорошего не сделал. Слушайте, ну, а почему российские власти так боятся сказать о его смерти вот сейчас? Ну, боятся, потому что считают, что может это как-то посеет по панику у них, вот, и вообще, смотрите, российские власти, они наследовали традиции Золотой Орды, Российской империи, советских вождей, ну, у них все считают, что вождь-то бессмертный, это надолго. Вот, а потом может, понимаете, и неблагоприятный прецедент для другого, их-то, значит, главного Владимира, да? Конечно, да, 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 поэтому вот по этой причине, собственно говоря, они сейчас пытаются скрыть смет Жириновского. То есть это был бы, мне кажется, серьезным таким символическим ударом по вот вообще вот этой вот всей, как сказать, нарративной системе, которую выстроила Россия, потому что Жириновский был ее ключевым звеном, как главный пропагандист, он буквально на протяжении последних месяцев, предшествующих вторжений в Россию, в Украину, целыми днями рассказывал о том, что Украина должна быть оккупирована полностью, что она должна быть динамифицирована, что она должна замерзаться. Смотрите, я объясню ситуацию, Жириновский просто озвучивал мысли Путина. Конечно. Своих мыслей в последние годы у него точно не было, а если даже были, то его мысли и желания не совпадали с мыслями и желаниями Путина. Вот и все. То есть это был такой некий сливной бачок. Жириновский, я напомню, он у КГБ еще был завербован в 80-х годов, агент КГБ ФСБ, и он постоянно просто работал на Кремль, старался удовлетворять геополитические амбиции им Путина. Значит, смотрите, другой персонаж по имени Шойгу. Он тоже в каком-то очень непонятном состоянии. Смотрите, последний раз его видели 11 марта на людях. Вот после 11-12 марта он нигде не появлялся. Потом был цирк с появлением его на видео на днях, когда специально российская пропаганда показала, что он якобы участвует в онлайн-встрече с Путиным и другими. И там все сразу заметили, что не было звука, что это все явно старое видео было. А они его вытащили специально, чтобы доказать, да нет, вот он жив. Но дальше интересней. Сегодня он якобы выходит на связь. Причем он в одной и той же форме все время. Он в одном и том же месте. То есть одни и те же картинки, ничего нового. Опять же, не показывают его, ну я не знаю, он же не целыми днями в своем комитете сидит на фоне флагов. И вот что говорит советник МВД Украины Антон Герасченко. После моего сообщения вчера, что у Шойгу инфаркт в бункере стало подгорать. Сегодня выпустили консерву. Видео, снятое 11 марта, чтобы показать народу, что пациент жив и здоров. Состояние Шойгу, говорит Герасченко, на самом деле ухудшилось. Он продолжает проходить лечение в военном госпитале имени Бурденко. С Сергеем Шойгу случился очень тяжелый сердечный приступ, по крайней мере, насколько я располагаю информацией. Да, он сейчас изолирован и проходит лечение в военном госпитале. То есть он, отмечащий, от Жириновского пока еще жив. Но тут, понимаете, надо понимать вообще, кто такой Сергей Шойгу. Сергей Шойгу – это собака Путина. Вот и все. То есть это такое практически ручное животное. Он в Министерстве обороны фактически по поводу военного планирования и еще чего-то, каких-то серьезных, сложных задач, он ничего не решает. У них другой главный человек – это начальник генштаба Валерий Герасимов. А Шойгу – это так. Да, действительно, он 11 марта попросил у Путина к отставке, что Путин его отправил в отставку в связи с провалом этого опаснейшего близкрика по захвату всей Украины. Но и Путин ему пообещал, что после того, как все вот это закончится, он, по всей видимости, ну и то не на 100%, но вот по всей видимости, отправит Шойгу в отставку. Путин очень крайне недоволен Шойгу и Герасимову в настоящее время, то есть усиливается расход силовиков. Но и в прошлой, кстати, передаче мы с вами затронули это наезд, опять-таки, со стороны Путина, не со стороны Бортникова, на руководителя пятой службы ФСБ России Сергея Беседы, который отвечает за вербовку агентуры и внешнюю разведку в Украине и в странах Европейского Союза, ну и в других странах по линии ФСБ. То есть Путин здесь в данном случае объяснился нашим заявлениями слушателям, что там произошло внутри, чтобы они понимали. Потому что Путин, помимо самого Бортникова, он имеет двухканальную связь в системе ФСБ, то есть он еще общается на уровне руководителей управления. И вот поскольку Сергей Беседа не выполнил тех агентурно-подрывных задач, которые возлагал на него Путин и его вот эту, значит, пятую службу по созданию серьезных агентурных позиций, дестабилизации общественно-политической обстановки в Украине, ну, собственно говоря, в других странах, было в 2020 году на агентурно-подрывной деятельности в Украине спущено по различным каналам более 220 миллионов долларов. Куда-нибудь подевались, тоже непонятно. Ну, может быть, Виктор Медведчук тут, это главный агент Путина, он разбогател, стал как бы более богаче. Ну, и отдельные тут такие вот агенты политического влияния. А так, по всей видимости, деньги распилили, да. Но, тем не менее, что важно, тем не менее, Бортников не сдал Сергея Беседу. То есть Сергей Беседа был проведен в Следственном управлении ФСБ формальный разговор по поводу всей вот этой его агентурной деятельности. Какое-то там было возбуждено уголовное дело, но не на Сергея Беседу, еще раз точно, не Сергей Беседа, не его бывший заместитель Балев, который с 2015 года уже не возглавляет департамент оперативной информации препятствий, препятствий ФСБ. То есть они были просто опрошены с них, были взяты какие-то буквально формальные пояснения, ну и потом их отпустили. То есть это о чем говорит о том, что, во-первых, Бортников прикрыл и Беседу, и бывшего своего сотрудника ФСБ, и других, кстати, оперативников пятой службы. А вот между Путиным и Бортниковым вот этой частью ФСБ уже имеется раскол, потому что, по крайней мере, Путин требовал каких-то более серьезных принятий мер в отношении Сергея Беседа. Но если бы Бортников сдал еще, это важнейший разведпризнак, если бы Бортников сдал бы с Сергеем Беседу, то в отношении последнего должно было бы начаться уголовное преследование главным управлением Следственного комитета России, там на техническом переулке-2. Но его же не туда вызывали, а это именно в остановке ФСБ. Поэтому это просто для того, чтобы ту ситуацию, скажем так, просто оккупировать гнев Путина, как громотвод, отвести его гнев и все, и формально показать, что мы разобрались и что на самом деле беседы не даваты и так далее. И потом, смотрите, надо понимать, что вообще сама по себе ФСБ, она настолько преступная организация, там не решаются подобного рода вопросы правовым путем. Там или у них, как говорится, все в шоколаде, они неприкасаемы, либо их просто ликвидировать свои, различными негласными оперативно-больными группами, которые для этого созданы. Поэтому мы можем констатировать тот факт, что раскол среди российских силовиков нарастает. Но вот то, что я говорил в прошлый раз, я напомню опять-таки эту формулу, что чем больше силы обороны Украины убивают российско-фашистских захватчиков по количеству, тем скорее Путин будет ликвидирован своими силовиками. Раскол будет усиливаться. Вот еще, потому что чем больше, да, я просто допомню эту формулу, что чем больше, конкретизирую, чем больше силы обороны Украины убивают российских фашистских захватчиков, тем больше усиливается раскол среди российских силовиков. И таким образом больше возникает вероятности для ликвидации Путина. Юрий, ну и последний момент. Вот небезызвестный Игорь Гиркин, который до сих пор непонятно вообще какую роль сыграл во всей вот этой вот большой истории нападения России на Украину, который в 2014 году возглавил нападение на восток Украины. И вот теперь он признал, что операция Путина полностью провалена. Ну вообще такое заявление делать Гиркину не страшно? Он не опасается, что его могут убрать? Я думаю, он подобного рода делает заявление по согласованию с той частью силовиков, именно ФСБшников, которые его курируют. И эти же силовики, по всей видимости, Гиркин их убедил. Они такие же имперцы, как и Гиркин, и также недовольны провалом путинского близкрига по захвату и ликвидации всей Украины. А почему Гиркин делает такие заявления? Ну он обижен просто на Путина, надо понять его обиду, он отстранен. Да, ему действительно удалось, для него открылось историческое окно возможностей начать, стать, скажем так, одним из ключевых фигур четвертой мировой гибридной войны Путина против коллективного запада. Ну оно у него было очень маленькое, мы помним, буквально три месяца его пиарил Роспропаганда, потом он был, опять-таки, российским командованием отстранен и все. Ну да, вот как раз несмотря на то, что он наш социальный враг идеологический и в военном плане, во всем прочем, но здесь, пожалуй, я бы на 80% с его позиции согласился. Юрий, спасибо вам огромное за эту беседу, которая могла продолжаться бесконечно, ну и я думаю, мы к вам еще обратимся в ближайшие дни недели за дальнейшей консультацией и комментариями по поводу того, как меняются события, меняются они. Да, 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 Александр, единственное, смотрите, я хочу сразу дополнить, это очень важнейшая информация, быстренько. В 2020 году, когда Путин планировал широкомасштабный захват Украины, именно вот эту широкомасштабную войну, которую он реализует с 24 февраля 2022 года, было заложено, уже, еще раз повторяю, это по плану официально, было заложено на то, что в результате широкомасштабной российской агрессии против Украины может погибнуть 50 тысяч единиц живой силы, еще раз повторяю, 50 тысяч единиц живой силы уже было заложено. По состоянию на сегодняшний день нашей беседы силы обороны Украины уже удалось ликвидировать чуть более, чуть более 20 тысяч российско-фашистских захватчиков. Осталось ликвидировать еще 30 тысяч российско-фашистских захватчиков. Вся война Путина, чтобы вы понимали, вся война Путина держится на его чекистко-фашистских орках, на вот этих вот орках, которых он стягивает на вот эту войну. Если силы обороны в ближайшие дни уничтожат 30 тысяч орков, то тогда, конечно, можно приступить к освобождению там не только Херсона и Мелитополя, о чем мы с вами говорим, но также, соответственно, деблокировать Мариуполь, но и в том числе освободить все временно оккупированные районы отдельно Донецко-Луганской областей, а потом уже пользуюсь тем, что в России после этого возникнет сильнейший силовой раскол и кризис. Эта ситуация, она станет катализатором для последующего распада Российской Федерации и плюс к тому будет существенно нарощено за счет там трофеев и даже за счет трофейного оружия, трофейной техники, группировка, общая группировка в жённых силах Украины освобождать временно оккупированный Крым. Так что всё ещё, повторяю, зависит от того, ну скажем так, от оперативного искусства сил обороны Украины. Вот как, при каких условиях, в течение которого времени будут уничтожены 30 тысяч российских вооружений. Чёрт, потому что если они будут уничтожены, то тогда можно смело освобождать Донбасс и ставить вопрос о освобождении Крыма. То, что Путин сейчас осуществляет мобилизацию, она уже не скрытая, а открытая. И он планирует в ходе неё поставить 500 тысяч единиц живой силы под ружьё, ничего у него абсолютно не выйдет. Это бред, блеф, потому что уже просачивается информация, что даже тем контрактникам, которые здесь воевали против Украины, отказываются выплачивать и денежное довольствие. То есть, кризис потихоньку... То есть, смотрите, я лично считаю, мне не удастся опередить. Ну, во-первых, желающих всё-таки в России больше воевать на диване, а не с оружием в руках. И, во-вторых, всё-таки за такой период времени поставить полмиллиона под ружьё, опять-таки, в сложившихся условиях, несмотря на военную жесточайшую пропаганду, которая там происходит, деятельность Роспесгвардии, ФСБ, участковых, им не удастся, ещё раз повторюсь, даже в течение года. И вот тогда как раз-таки просто Россия подойдёт к той ситуации, когда она не по ресурсным, вот именно не по человеческим ресурсным плане, а по экономическим и организационным причинам не сможет вести свою империалистическую войну против Украины. Это вот то, о чём говорит сейчас сегодня советник Зеленского Алексей Арестович, когда говорит, что данные разведки свидетельствуют о резком падении части контрактников в подразделениях российских захватчиков. И говорит он, можем ожидать, что путинский режим погонит вперёд срочников. Матери России, подумайте, нужно ли это вам. Ну что ж, Юрий, ещё раз спасибо вам большое. Друзья, поддерживайте украинскую армию через ссылку на организацию «Повернись живым», которую я даю в описании к этому видео. Поддержите и независимую научную и журналистскую деятельность Юрия Шулипы. Ссылка на его реквизиты там же. Ну и там же вы найдёте ссылки на те платформы, через которые вы можете поддержать и наш канал. Патреон, PayPal, банковский счёт и прочее. Желаем победы украинской армии, украинскому народу над этим общечеловеческим злом. Всего доброго.